Вопросы глобальной политики и экономики 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 баланса сил, которые являются необходимым условием порядка и стабильности, напротив, были предприняты шаги, которые привели к резкому усугублению дисбаланса. Создалось впечатление, что так называемые «победители» в кавычках в холодной войне решили дожать ситуацию, перекроить весь мир исключительно под себя, под свои интересы. И если сложившаяся система международных отношений, международного права, система сдержек и противовесок, мешала достижению этой цели, то ее тут же объявляли никчемной, устаревшей и подлежащей немедленному сносу. Так ведут себя, извините, новориши, на которых вдруг свалилось огромное богатство, в данном случае в виде мирового господства, мирового лидерства. И вместо того, чтобы им этим богатством грамотно, аккуратно распорядиться, в том числе и в свою, разумеется, пользу, считаю, что наломали много дров. Начался период разночтений и умолчаний в мировой политике. Под давлением правового нигилизма шаг за шагом сдавало свои позиции международное право. Объективность и справедливость приносились в жертву политической целесообразности. Юридические нормы подменялись произвольным толкованием и пристрастным оценкам. При этом тотальный контроль над глобальными средствами массовой информации позволял при желании белое выдавать за черное, а черное за белое. В условиях доминирования одной страны и ее союзников, или по-другому сказать, сателлитов, поиск глобальных решений, зачастую превращался в стремление навязать в качестве универсальных собственные рецепты. Амбиции этой группы возросли настолько, что вырабатываемые в ее кулуарах подходы стали преподноситься как мнение всего мирового сообщества. Но это не так. Само понятие «национальный суверенитет» для большинства государств стало относительно величиной. По сути, была предложена формула «чем сильнее лояльность единственному центру влияния в мире, тем выше легитимность того или иного правящего режима». Меры воздействия на непокорных хорошо известны и многократно опробованы. Силовые акции, экономическое и пропагандистское давление, вмешательство во внутренние дела, апелляции к некой надправовой легитимности, когда надо оправдать неправовое урегулирование тех или иных конфликтов, устранение неугодных режимов. В последнее время появились свидетельства, что в отношении ряда лидеров используется и откровенный шантаж. Недаром так называемый «большой брат» тратит миллиарды долларов на слежку по всему миру, в том числе и за своими ближайшими союзниками. Давайте зададимся вопросом. Насколько всем нам комфортно, безопасно, приятно жить в таком мире, насколько он справедлив и рационален. Может быть у нас нет детских оснований волноваться, спорить, задавать неудобные вопросы. Может быть исключительность Соединенных Штатов, то, как они реализуют свое лидерство, это действительно благо для всех, а их повсеместное вмешательство во все дела в мире, несет покой, благополучие, прогресс, процветание, демократию. Нужно просто всем, как у нас говорят, расслабиться и получить удовольствие. Позволю себе сказать, что это не так. Это абсолютно не так. Односторонний диктат и навязывание своих собственных шаблонов приносит прямо противоположный результат. Вместо урегулирования конфликтов – эскалация. Вместо суверенных устойчивых государств – растущее пространство хаоса. Вместо демократии – поддержка весьма сомнительной публики от откровенных неонацистов до исламистских радикалов. А почему их поддерживают? Потому что используют на каком-то этапе как инструмент для достижения своих целей. Потом обжигаются и назад. Я не устаю удивляться тому, как наши партнеры раз за разом, как у нас в России говорят, наступают на одни и те же грабли. То есть совершают одни и те же ошибки. В свое время они спонсировали исламские экстремистские движения для борьбы с Советским Союзом, которые прошли закалку в Афганистане. Из них выросли и Талибан, и Аль-Каида. Запад, если не поддерживал, то закрывал глаза, а я бы сказал, и поддерживал на самом деле. Информационно, политически, финансово, вторжение международных террористов в Россию. Мы этого не забыли. И страны Центрально-Азиатского региона. Лишь после того, как страшные теракты были совершены на территории самих Соединенных Штатов, пришло понимание общей угрозы терроризма. Напомню, мы тогда первыми поддержали народ Соединенных Штатов Америки. Отреагировали как друзья и партнеры на эту страшную трагедию 11 сентября. В ходе бесед с лидерами США, Европа, постоянно говорил о необходимости совместной борьбы с терроризмом, как вызовом мирового масштаба. И с этим вызовом невозможно мириться. И невозможно его купировать, использовать двойные стандарты. С нами соглашались. Но прошло немного времени, и все опять вернулось на круги свои. Последовало вмешательство и в Ираке, и в Ливии. Эта сторона, кстати, была поставлена на грань развала. Причем была поставлена. Она сейчас поставлена на грань развала. Стала полигоном для террористов. Лишь воля и мудрость нынешнего руководства Египта позволила избежать хаоса и разгула экстремистов в этой ключевой арабской стране. В Сирии, как в былые времена, Соединенные Штаты и их союзники впрямую начали финансировать и снабжать оружием боевиков. Подтворствовать пополнению их рядов наемниками из разных стран. Позвольте спросить, откуда у боевиков деньги, оружие, военные специалисты? Откуда это все берется? Как получилось, что этот ЕГИФ, так называемый, пресловутый, превратился в мощную, фактически армейскую группировку? Что касается финансовой подпитки, то сегодня это не только дохода от наркотиков, производство которых, кстати говоря, за период пребывания международных сил в Афганистане увеличилось не в какие-то проценты, а в разы. И вы все об этом знаете. Но подпитка финансовая идет и от продажи нефти. Ее добыча развернута на территориях подконтрольных террористов, не задумываясь, что тем самым финансируют террористов, которые рано или поздно могут прийти и на их территорию. Придут сеять смерть в их страны. Откуда поступают новые рекруты? В том же Ираке в результате свержения Саддама Хусейна были разрушены государственные институты, включая армию. Мы тогда еще говорили, будьте аккуратными, осторожными. Куда вы выгнали этих людей? На улицу. Что получилось? Десятки тысяч солдат и офицеров, бывших активистов партии БАС, выброшенных на улицу, сегодня пополнили отряды боевиков. Может быть здесь кроется, кстати говоря, и дееспособность ИГИЛ. Они действуют реально, очень эффективно, с военной точки зрения. Профессиональные люди, реально. Россия неоднократно предостерегала об опасности односторонних силовых акций, вмешательства в дела суверенных государств, заигрывания с экстремистами и радикалами. Настаивала на внесение группировок воюющих против центрального сирийского правительства, прежде всего ИГИЛ, в списки террористических организаций. Ну и что, результат какой? Бесполезно. Порой складывается впечатление, что наши коллеги и друзья постоянно борются с результатами своей собственной политики, бросают в своемощное устроение рисков, которые сами создают, платят за это все возрастающую и возрастающую цену. Уважаемые коллеги, момент однополярности убедительно продемонстрировало, что наращивание, доминирование одного центра силы не приводит к росту управляемости глобальными процессами. Напротив, подобная неустойчивая конструкция доказала свою неспособность эффективно бороться с такими подлинными угрозами, как региональные конфликты, терроризм, наркотрафик, религиозный фанатизм, шовинизм и неонацизм. В то же время, она открыла широкую дорогу для проявления национального тщеславия, манипулирования общественным мнением, грубого подавления воли слабого, воли сильного. По своей сути, однополярный мир – это апология, апологетика диктатуры и над людьми, и над странами. Кстати, однополярный мир оказался некомфортом, неподъемным и сложноуправляемым для самого, так называемого, самоназначенного лидера. И неважно, кто в американской пропаганде займет место центра зла, место СССР, как главного оппонента. Это Иран, как страна, стремящаяся к ядерным технологиям, Китай, как первая экономика мира, или Россия, как ядерная сверхдержава. Ведь как трактовалась ситуация в эпоху Холодной войны, мы же все понимаем и знаем. Союзникам штатов всегда говорили, у нас есть общий враг, он страшен, это центр зла. Мы вас, своих союзников, защищаем от него, и значит, у нас есть право вами командовать, заставлять жертвовать своими политическими и экономическими интересами нести расходы на коллективную оборону. Но руководить этой обороной будем, конечно, мы. Словом, сегодня очевидно стремление уже в новом, изменившемся мире реализовать привычные схемы глобального управления. И все в расчете на то, чтобы обеспечить свою исключительность и получить политические и экономические дивиденды. Санкции уже подрывают основы мировой торговли и правила ВТО. Принципы незыблемости частной собственности расшатывают либеральную модель глобализации, основанную на рынке, свободе и конкуренции. Модель главными бенефициарами которой, замечу, как раз и являются страны Запада. Теперь они рискуют потерять доверие как лидеры глобализации. Спрашивается, зачем это нужно делать? Ведь благополучие тех же Соединенных Штатов в огромной степени зависят от доверия инвесторов, зарубежных держателей доллара и американских ценных бумаг. Доверие явно подрывается. Признаки разочарования в плодах глобализации присутствуют сейчас во многих странах. Пресловутый кипрский прецедент и политически мотивированные санкции лишь усилили тенденции к экономической и финансовой суверенизации. Стремление государств или их региональных объединений тем или иным способом застраховаться от рисков внешнего давления. Все большее число государств предпринимает попытки уйти от долларовой зависимости, создать альтернативные финансовые, расчетные системы, резервные валюты. Сегодня многие виды высокоточного оружия по своим возможностям уже приблизились к оружию массового поражения. И в случае отказа, полного отказа от ядерного потенциала или критического снижения его объемов, страны, обладающие лидерством в создании и производстве высокоточных систем получат явные военные преимущества. Будет сломан стратегический паритет, а это чревато дестабилизацией. Возникает соблазн использования так называемого первого глобального обезоруживающего удара, разрастания конфликтов на этнической, религиозной, социальной почве. Такие конфликты опасны не только сами по себе. Они формируют вокруг себя зоны безвластия, беззакония и хаоса, где уютно чувствуют себя и террористы, и просто рядовые преступники. Пиратство процветает, торговля людьми, наркобизнес. Кстати, наши коллеги в свое время пытались как-то управлять этими процессами, использовать региональные конфликты, конструировать цветные революции в своих интересах. Но Джин вырвался из бутылки. Что с ним делать, похоже, не понимают. И сами авторы теории управляемого хаоса. Видимо, те, кто без конца ляпают все новые и новые цветные революции, считают себя гениальными художниками и никак остановиться не могут.